Военный полигон Эмба, который длительное время находился в аренде у России, возвращают к Казахстану. Освободившиеся земли, а это почти 250 тысяч гектаров, отдадут сельчанам. О том, как сейчас живет бывший секретный город Эмба-5, а ныне город Жем, расскажет наш корреспондент в регионе Лейла Ауэсова. Жители города Жем отмечают на УРЭС. Но ради Нурмагомбетова родилась здесь, вырастила детей и покидать родные места не собирается. Женщина налаживает бизнес и надеется, что жизнь в их городке снова забьет ключом. Отопление газовое, вода есть регулярно, в подвалах все хорошо, чисто, все нормально у нас. Мы ни на что сейчас не жалуемся. Еще недавно жители некогда процветавшего города Эмба-5 замерзали в своих домах, пили грязную воду, страдали от безработицы. Военные ушли, оставшееся гражданское население было вынуждено бороться за выживание. Многие здания тогда разобрали настрой материалы. Сегодня здесь пытаются сохранить то, что осталось. Такое ощущение, что эти дома были обрушены в результате крупного артообстрела. Кругом груды кирпичей, обломки бетонных плит. И таких домов в городе Жем около десятка. Теперь в планах местных властей восстановить их за счет спонсоров. А вот подобные сооружения снести и вместо них построить новые. Заброшенные пятиэтажки завалены мусором, а в тех, что уцелели, кое-как навели порядок. В домах тепло, есть чистая питьевая вода. Сейчас в городе Жем живут около трех тысяч человек. Большинство из них охраняют колонию строгого режима. Между тем новые рабочие места появятся с открытием нефтеперерабатывающего завода. Аналогов ему в Казахстане нет. В городе Жем будут выпускать бензин стандарта Евро-5. Они трудостроят в городе Жем 200 человек. Это планируется в 2017-2018 году. Они должны запускать этот завод. В нескольких километрах от города Жем военный полигон «Эмба», на котором почти 40 лет испытывали образцы вооружения. В октябре прошлого года Россия закончила его аренду. После оформления соответствующих документов по возврату земель полигона территория Муголжарского района увеличится почти на 250 тысяч гектаров. Возвращаемые земли передадут под пастбище и сенокосные угодья. Лейла Уесова, Гульмира Досмуратова, Инадин Молдобеков. Итоги дня. Октябрьская область.